Привет! Ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина и я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 247 из учебника математика 6 класс Виленки Джохов. Давай вместе откроем учебник и прочтем условия задания. Какую часть развернутого угла составляют? Ну и даны градусные меры углов. Итак, начнем с чего? Начнем мы с того, чему равен развернутый угол. Ну, вспоминаем, да? Его развернули полностью, как могли. Развернутый угол это 180 градусов. Ну и теперь смотрим. Первое у нас это 30 градусов. Как нам найти, какую часть развернутого угла это составляет? Если у нас 180 градусов развернутый угол, то есть делим на 180, как бы, таких частичек, а берем только 30, да, то у нас будет 30, 180. И это равно, числитель и знаменатель делятся на 3. То есть разложим на такие множители, как 1 на 30 и 6 на 30. Затем 30 и 30 у нас сокращаются. Почему я не ставлю равно между 30 градусов и дальше весь этот, эта дробь идет? Потому что 30 это у нас в градусах, а дальше у нас идет часть, да, то есть, поэтому, поскольку я не пишу, что это часть 180, поэтому я не ставлю равно, а просто, как бы, записываем, что 30 градусов у нас получается 1 шестая развернутого угла. Вот, так, здесь мы применяем разложение на множители, да, на сокращение дробей. Кто не умеет сокращать, не знает способов, как можно сокращать, то переходите на видео с теорией по этой теме по ссылке в описании под этим видео. Там вас ждет короткое видео, 3 способа, как можно сокращать дроби, и, как кому удобно, так будем выполнять. Ну, а здесь я просто предлагаю, как бы, удобно просто разложивать на простые, возможно, не на простые, но разложивать на множители. Это и наглядно, и, как бы, сразу видно, что сокращать, а что остается. Так, следующая градусная мера, следующий угол – это 45. Какую часть составляет? Опять-таки, развернутый угол 180 градусов, значит, 45 в 180. 180 делится нацело на 45. Значит, разложим. 45 – это 1 на 45, а 180 – это 4 на 45. В итоге у нас получается, что 45 и 45 сокращаются, остается 1 четвертая. Следующий угол – 60 градусов. 60, то есть мы записываем, что это 60, 180. 180 делится нацело на 60, значит, разлаживаем. 60 – это 1 и 60, 180 – это 3 на 60. Дальше 60 и 60 сокращаются, остается 1 третья. То есть 60 градусов – это 1 третья развернутого угла. Так, переходим дальше. Следующий наш угол – это 90. Итак, то есть 90, 180 равно. 180 делится нацело на 90, значит, сокращаем дробь на 90. В числителе и в знаменателе и остается 1 вторая. То есть это 1 вторая развернутого угла. 120 – то же самое делаем, что это 120, 180. 120 и 180 можно сократить на 60. Это наибольший общий делитель, да? Поэтому мы 120 разложим, это как 2 на 60, а 180 – это 3 на 60. 60 и 60 сокращаются, получается 2 третьих. Так, следующее у нас 135 градусов, то есть 135, 180. Ну, я сразу увидела, что это на 45 можно сократить. Вы можете, если не видите, можно сокращать, постепенно разложивать на множители. Это не принципиально. То есть я вижу, что 135 и 180 на 45 можно сократить. То есть это будет 3 на 45 и 4 на 45. То есть 45 у нас сокращается и остается 3 четвертых. Так, и последний угол у нас остался 150 градусов. Записываем его. 150 градусов – это 150, 180. Так, здесь мы можем сократить на 30. То есть 150 – это 5 на 30, 180 – это 6 на 30. 30 и 30 сократили, осталось 5 шестых. Вот и все такое простое задание, и мы его выполнили. Переходи по ссылке в описании на наш сайт. Там ты можешь решить самостоятельно похожее задание и получить за это баллы. А каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, получат пополнение счета на свой телефон. Если тебе понравилось наше видео, ставь лайк. Кто не подписан, обязательно подписывайся на наш канал. Если есть вопросы или комментарии, оставляй их под этим видео. Ну, а я со всеми прощаюсь. До следующего задания.